14 стран, 67 участников и целая неделя, чтобы создать произведение искусства. В Армении прошел третий международный симпозиум «Манчаненц». Для художников это возможность обменяться опытом, увидеть необычные техники и уникальные материалы. О мастерах и их работах подробнее расскажу прямо сейчас. Я Анастасия Логвинова в программе «Культурный обмен». Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда выставляют картину, подписывают, что нельзя трогать. Я же наоборот пишу, что можно и нужно осязать мои рисунки. Художник Павел Мунтиев из Санкт-Петербурга создает уже вторую работу на симпозиуме. С помощью бензопилы он смастерил двухметровую статую Ноя, выпускающего голубя, и изобразил беременную женщину и пахаря, который пытается оживить оставленную людьми землю. Обе работы у меня посвящены теме возрождения после потопа. Я, в общем-то, человек простой и как-то размышляю немножко приземленно. Для меня, в моем понимании, возрождение после любого какого-то катаклизма и войны, в том числе и потопа – это каждодневный труд человека и рождение детей. А это Бехнам Керио, каллиграф, ассириец, родом из Ирака, живет во Франции, изучил девять языков, пять живых и четыре мертвых. Именно на одном из них, арамейском, Бехнам, красивым почерком по глине написал историю Ноя и молитву «Отче наш». Здесь я написал историю его путешествия в Ковчеге. Это клинопись. Знаете, что это? Это значит «бисьмена ногтей», потому что процарапывались ногти. Здесь и хачкары, высеченные на камне христианские символы, и двухметровая стелла Вишебакар. Таких уникальных работ на фестивале около сотни. Симпозиум для мастеров – событие с выгодой. Все произведения, созданные ими за неделю, можно приобрести. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся!